Современный Чанчунь, столица провинции Цзилин. И вот перед вами именно то, что будет поставляться к нам в Российскую Федерацию. Года полтора назад я, конечно, не могла даже представить себе, что увижу эти машины у дилера Мерседес. Подробно мне нет смысла рассказывать вам об этих автомобилях, потому что я, по крайней мере, про большой кроссовер рассказывала очень много и очень подробно. Поэтому давайте, если кто еще не видел, я вам напомню. Хунчи EHS9 – это исключительно электрический кроссовер. Он на нашем рынке призван заменить такие автомобили, как BMW X7, как GLS Мерседес. И он по размеру практически с ними совпадает. То есть это 5,2 метра в длину, это колесная база 3,11. То есть он просто здоровенный. И это двухмоторная машина, то есть полный привод. У нее не бывает бензиновой версии, вот именно у этого автомобиля. То есть у других автомобилей Хунчи бензиновые версии бывают. То есть есть такие машины, которые могут быть и электричками, и автомобилями с ДВС, и гибридами, но это нет. Дорожный просвет здесь в зависимости от версии в районе 18 сантиметров. У меня на машине 21 колеса. И теперь вопрос. Вот я обошла вокруг, вы видите, как это выглядит, если вдруг не видели раньше. И вот чисто визуально, как вы считаете, на наших дорогах могут ли вот эти автомобили заменить вышеназванные Мерседесы крупные, BMW X7 и так далее. То есть все то, что раньше считалось, там, Audi Q7, раньше считалось премиумом на нашем рынке. И я держу руки в карманах не потому, что я вас не уважаю. Я вас уважаю, мои милые, дорогие, любимые. Даже люблю некоторых из вас, большинство из вас, так сказать. Значит, просто реально очень холодно, очень холодно. Вчера мы снимали в Шанхае, там было плюс 30, была жара. Мы не знали уже, какие труселя с себя снять. А здесь мы не знаем, что на себя надеть, потому что действительно просто дубак и ледяной ветер. Здесь два мотора по осям, суммарной мощностью 402 киловатта или 550 лошадиных сил и с лошадиным моментом в 750 ньютон-метров. Два разъема. Один вот здесь вот. И это разъем... Это я сейчас, знаете, что делаю? Это я подавала знак китайскому коллеге, который сидит за рулем, чтобы он нажал там кнопочку. Потому что разъем GBT, то есть это скоростная зарядка, быстрая зарядка, открывается только из салона. И пойдемте, я вам покажу еще один разъем. Это как раз-таки тот разъем, который вы... Это просто огонь было. Это тот разъем, который мы зовем Type 2, и который вот как раз подходит для, например, московских бесплатных городских зарядок. Как его закрывать? Как его закрывать? А, слушай, нам же говорили... Короче, когда вы зарядитесь, шланг вытащили, он закроется автоматически. Я так все оп... Тихонечко. Так нельзя, да? Нельзя, да? Никто же не видел, нет? Кроме вас. Кроме одного миллиона зрителей. После Михеева и Павлова машине пахнет веселыми, классными мужиками. А вообще салоны у Хунчи не бывают простыми, они всегда в таком вот, знаете, стиле дорого-богато. Присматриваемся, смотрим на качество. Здесь, ну, что-то типа серого, что ли, цвета. Со вставками из серой алькантары, с белыми подушечками. Классно, что есть панорама. Сзади, когда мы ехали, это дело оценили. Но из-за нее сзади нет вот таких вот открывающихся зеркалок. Ну, мне было бы удобно накраситься. Внутри что-то типа дерева с полояхты. Как это называется? Тиковое дерево, да? Ну, короче, вот очень похоже на яхтах вот такое вот покрытие бывает. А что это такое? Катапульта? Нажмем. Не знаешь, что я делаю? Не могу понять. Короче, надо будет узнать, что это за кнопочка. Пока не знаю. Вот вам как вариант. Красный салон. Ну, не красный. Она такая вишенка. Прям вишенка с вишневой алькантарой. Слушай, а вот эта штука выдвигается. Вот, смотри, Женька. А, о! Короче, я думаю, что даже длинноногому человечку, там типа в метр девяносто, будет кайф здесь. Ну-ка. Короче, мне, например, даже не надо выдвигать эту атаманку. Если я ее выдвигаю, мне прям слишком. Да, кайфово. И здесь мне, знаете, что больше нравится? Подушечка черненькая. Просто поутилитарнее, что ли. Ну, голову можно реже мыть. Так, я подозреваю... Вот! Так там у меня машина просто заблокирована была. Я так и знала, что вот эта вот кнопочка, она открывает бардачок. Салон, открой, покажи сзади. Мне кажется, короче, кайф Вишневого в том, что он все-таки нарядно продолжает выглядеть. Он прям нарядный. Но он вообще ж не пачкается. То есть вообще не будет видно. Мои дети, которые регулярно там крошат в салоне... Меня удивляют родители, которые говорят, что нельзя давать детям жрать в салоне. Ну, я даю регулярно им что-то перекусить, потому что их тошнит элементарно. Там мандаринку им даешь, белые эти штуки от мандаринки внизу валяются. Я потом их собираю. Ну, короче, мне кажется, что вот для семьи, для Восика такой салон и нарядный, и прикольно, очень утилитарно. В общем, обратите внимание, на заднем ряду нет ни одного подстаканника. Покажи, Женька, в двери там есть что-то? Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. А я часто беру с собой кружку с чаем. Прям часто. Мне ее некуда поставить будет. Ничего. Авторынок в Тольятти все это решает. Вот здесь вот ставите. Знаете, такое покупаешь? Рубля три стоит жигулевская консоль. Она сюда идеально встанет. В ней там и ящички, и подстаканнички. Все есть. Точно. Авторынок в Тольятти. Из интересного, пока я тут лазаю по машине, смотрю где что. Про русификацию. Смотрите, про H9 мне сказали, что она уже практически есть, и она будет просто в самое ближайшее время. По поводу этой машины. Она же сейчас на китайском языке, но здесь есть и английский. Она на китайском, потому что мы в Китае. И у нее идет процесс русификации. То есть, вроде как, тоже в этом году, по крайней мере, она будет русифицирована. Но это точно уже больше, чем чисто китайский язык. Потому что мне кажется, что по три года назад, когда я снимала эту машину, она была только с иероглифами. И это, конечно, была жесть. Но, видите, английский добавили. Сзади с Капитанами кайф. По Капитанам не сомневайтесь, что удобно. Но видно, да, места много. Ноги пролезают. Здесь классно. Делали два USB-разъема Type-A и 12-вольтовая розетка. И прям зарядка, видите, на 220. Здорово. И по третьему ряду очень интересно, как это вообще можно использовать. Давайте вот чуть-чуть в менее комфортное положение. Вот, допустим, смотрите, как я сижу. Видно, Женька? Вот. Чуть в менее комфортное положение. Я себя во втором ряду посадила и перехожу тогда на третий. И вот, что у меня будет. Вот. То есть для детей вообще ок. И, в принципе, и для меня тоже более-менее нормально сейчас. И в таком случае, видите, какой багажник. Сзади остается нормально. Более-менее место. И для того, чтобы грузы перевести, даже если третий ряд разложен, ну, не зря она 5.20, здоровенная машина. Если в ровный пол разложить, ну, тут вообще просто можно все что угодно. Стиралку и так далее. Ну, если на хунчи вы соберетесь водить стиралки. Стиралку и так далее. В России хунчи, в принципе, видимо, решили зайти с козырей. Поэтому они второй моделью выводят поначалу H9. Это представительский класс. Это то, что в России призвано конкурировать с ушедшим Мерседесом С-класса, Семеркой БМВ и так далее. Короче, это машина для босика. Только, ну, раза в два или, наверное, даже три, если мы говорим о новой модели, дешевле, чем те же С-классы, Семерки и так далее. Так что посмотрим, как это дело и пойдет. Кто знает, может и пойдет. Догадываюсь, почему это сделано. Очевидно, мы-то с вами понимаем, что наши высокие чиновники со своих премиальных иномарок не пересядут ни на какие Лады Весты, ни на Черри Тига 8 Про. Они не пересядут. Они сядут, скорее всего, вот именно на Хунчи. А что, Хунчи теперь официально в России? Почему бы и нет? Внутри по салону это просто пушечка, но об этом сейчас расскажем отдельно. Если говорить о технических характеристиках, как это и принято у членовозок, это заднеприводный седан. Здесь бывает два мотора 2.0 245 лошадиных сил, с которым он на рынок и выходит. И также здесь есть второй мотор V6 3.0. Посмотрим, придет ли он следующим поездом после первых машин. И продолжая тему чиновников, также, почему я подозреваю, что H5 все-таки достаточно быстро выведут на наш рынок, а это что-то типа конкурента Toyota Camry. Средние руки чиновники, они же должны на что-то пересесть, но тоже же не на Лады Весты и Инжинь, но никак. А эта машина, машины этого бренда, они реально премиальные, они, правда, очень классные внутри, соответственно, почему бы не они. Вот эта машина, это что-то типа VIP-такси, и водитель здесь девушка, но видите, заметно сразу всякие такие милые штучки здесь в машине присутствуют. Здесь также на заднем сиденье сидит какой-то фиолетовый чувак и желтый чувак тоже. Вот, они, короче, здесь сидели пристегнутыми. Вот такой вариант H9 я снимаю скорее не для частных покупателей. Знаете, он кому подойдет? Вот если вы владелец прокатного какого-то бизнеса, бизнеса такси, у вас верхний в линейке VIP-машины, например, S-классы, сейчас нужно же чем-то заменить. То есть купить их в лизинг, далее сдать их в аренду. Так вот, это как раз будет идеальная токсичная тема. Он стоит сильно дешевле, чем стоили S-классы, чем стоили Maybach. Он тоже официально поставляется, он продается в лизинг. У него темный салон, то есть он не будет убиваться так мгновенно, как убиваются светлые салоны. Короче, вот как вариант автомобиля со сплошным задним диваном, то есть на крайняк сюда может набиться большая компания народу, эта машина будет сдаваться очень хорошо, ну, либо как такси ездить. И за нее можно брать очень хороший тариф, потому что, ну, она правда большая, она солидно выглядит, и она внутри, даже в темном исполнении, даже вот с этим простым сплошным диваном, но она все равно видно, что качественно скроена вся, без каких-то погремушек, без каких-то, знаете, ну, таких выдающих дешевизну моментов. В простой комплектации все равно сохраняется панорама. Она не огромная, как бывает, прямо вот аж до суда, но все равно это панорама, это не люк. Есть здесь выемки под голову, то есть, смотрите, РОС-175, над головой у меня где-то вот столько, меньше, сильно меньше 10 сантиметров, 7-8 сантиметров. Что еще, что еще, ну, подлокотник я вам показала простой, здесь нет розетки, здесь только USB-шки, но зону климата все-таки отдельно они оставили, то есть здесь трехзонный климат-контроль, а, даже четырехзонный, видите, здесь две регулировки температуры. Ну, пожалуй, наверное, все, что можно сказать. По материалам здесь косяка никакого нет, все как было, так и есть мягкое, то есть ничего хрустеть в наших морозных широтах не будет. Ну, вот, пожалуй, наверное, все. Ну, что, в рыженькую? А вот такие версии, я думаю, конечно, будут брать частные лица под себя, опять же, когда они покупают в лизинг, на контору, чтобы ездить с водителем, ну, выбирают уже прям вот для себя, потому что здесь действительно симпатично, ну, вы сами видите. Центральный подлокотник, минус этой версии в том, что она исключительно четырехместная, то есть это стационарный подлокотник, как сделано в представительских машинах, он никуда не убирается. Здесь обычная нычечка, а вот здесь есть что-то типа ниши для бокалов и бутылки, держателя здесь нет, но, в принципе, похоже, что ориентировано прямо на то. Ну, и здесь, конечно, очень удобно сидеть, управление всеми функциями автомобиля, вот оно. Ну, короче, по внешнему виду, по посадке, это прям вот 5 баллов. И здесь, смотрите, вот есть электрическое управление отоманочкой, вот она выезжает, пошла, плюс можно, можно регулировать угол наклона спинки сидения, вот, но у меня он выдвинут максимальный, вот, у сидения, вот видите, оно может быть чуть более вертикальным, если хочется поработать, подголовник тоже с электрической регулировкой. Ну, короче, все, что принято видеть, а, массаж, вот у меня сейчас массаж идет, там меня что-то массажирует, все, что принято видеть у дорогих автомобилей представительского класса, здесь в наличии. Смотрите, это еще один Хун Чи HS9 кроссовер, вот он, как оказалось, побогаче, то есть здесь видите в сосалу, здесь бывают доводчики, тут сзади покомфортнее, но это все чуть позже покажем, явно до меня здесь катался крупненький из Павлова Михеевых, я так не могу сидеть, поэтому я чуть-чуть сейчас поднимусь наверх, ну, как, не, я могу, мне просто так неудобно, но вот по моей посадке вы могли бы понять, если вы высокий человек, где вы будете находиться в случае, если вы сядете в самое нижнее положение, вот я со своим 175 настроила вот так, и это не самое высокое положение, ну, то есть здесь под азиатов можно себе, может прям низкая девочка ездит, к примеру, и найти себе комфортную посадку, так, что у нас там по рулю, что у нас там по рулю, а, регулировка электро, вперед-назад есть, то есть и по вылету, и по высоте, все здесь доступно, мне вот так не очень удобно, не, мне вот так вот здорово будет, так, дальше, вот у нас джойстик, рука ложится нормально, сюда рука, да, тоже ложится, нет, сейчас чуть-чуть иначе себе положение сделаю, вот, все, кайф, передо мной цифровая приборка, экранов здесь три, внимание, кстати, Евгений, ты говорил, что экрана бывает только два, вот это, по-твоему, что, то есть есть третий экран, да, тогда их четыре получается, а где, где еще, а, ну, если считать задний, то, нет, еще семь, ну, давай уже остановимся кукпитом водителя, здесь четыре получается экрана, короче, вот здесь вот мультимедиа система, здесь еще что-то такое, наверное, управление развлечениями в машине, короче, весь инфотеймент, он, видимо, вот здесь, мы это узнаем, когда в Россию приедем, потому что там и на английском языке есть машины, и более того, вот-вот появятся на русском, стартуем, самое интересное, что мне хотелось бы знать, это то, как эта машина, насколько комфортно она себя поведет в условиях брусчатки, это мы сейчас выехали на тестовый полигон Хунчи, на территории завода, здесь я могу посмотреть разгонную динамику, дорога идеальная, но там у нас и колдобины сымитированы, и все на свете, значит, здесь есть удивительное вот это вот ощущение легкого покачивания, которое обычно есть на машинах, с пневмоподвеской, а вот очень резкий поворот, ну-ка, на сколько валится, Женька, ты как там? Нормально? Я удивлена, она так достаточно плотно стоит, но у нее, видите, ровным слоем вдоль, прямо по всему кузову, как, собственно, у любого электрокара, у большинства электрокаров, расположена батарея, разгонную динамику, ну, можно здесь попробовать, сейчас, когда по второму кругу поедем, но, честно, мне это не очень интересно, потому что у электричек, у них бешеный момент на старте, 750, то есть, я вот так сделала, и даже сходу, он как дал жару, даже при том, что это очень тяжелая машина, что такое? Ой, блядь, было страшно сзади просто, я вижу. Нет, тебе просто страшно, не было вообще никакой опасной ситуации, и вот сейчас мы едем вот на эти гребеня, вот, видите, это типа ямки, вообще они не раздеваются, мы с Женькой не можем поверить, что, вот, видите, а это брусчатка, причем мы сейчас вам ее покажем, какая она, она не просто брусчатка, а прям такая вообще брусчатка, брусчатище, ну, короче, нам дали возможность покататься только по брусчатке, на люке, он, сзади у нас сидит инструктор, он показывает, нет, ну, их право, машины тестовые, но по брусчатке уже понятно, что она сделана очень комфортной, я не сомневалась в этом, потому что я в Москве, ее просто по городу катала достаточно много, у меня же только что была такая машина на продаже, и мы не испытали никаких вообще сложностей, даже при том, что в Москве традиционно ранней весной асфальт коровы языком слезнуло, да и вы можете к дилерам заехать, посмотреть вообще, как вам, правда интересно, даже если у вас и на Жигули денег нет, это просто интересно, насколько они сделали прикольную, с точки зрения ездовых характеристик машину, и это при том, что заметьте, у нее нет пневмы, больше всего мне вспоминается сейчас история с Дженезисом, помните, когда я говорила, когда я беременна на последних месяцах с Филиппом, вылезла из машины, легла под нее, и искала там пневмобаллоны, потому что я просто не могла поверить, что так ездит автомобиль без пневмоподвески, очень прикольная, очень комфортная подвеска, вот сейчас парни пытаются прям завалить ее на бок, но... Can you please do it again? Но это задний привод, они хотят ее в занос, в занос ее хотят пустить, но хоть убейся, не получается, она тяжелая, и у нее... Видите, на самом деле, это очень здоровая машина, она просто длиннющая, и у нее никак в занос она не срывается, но она специально, я думаю, таким образом сделана, потому что это автомобиль не для дрифтов вовсе. Говорит, выключил. Please do it again, sir. Do it again, please. Ну, надо сказать, что сейчас он, видимо, потому что он понял, что я от него просто не отстану, он сейчас пытается закинуть задницу, но смотрите, ничего не получается, ни разу она в бок не соскользнула. Красивая машина. Красивая машина. И она казалась маленькой. Она казалась маленькой, она здоровая, капец. Короче, тут идет кросс съем 5, 1, 5, 1, 3, 7. 5, 137 в миллиметрах ее длина. То есть, смотрите, можно просто для себя понимать, делать выводы в сравнении с теми же машинами представительского класса, которые мы имеем у нас. 5, 5, 1, 3, 7. 5, 137 в миллиметрах. Да, 5 метров в 137 миллиметров. 5 метров в 137 сантиметров. 5 метров в 137 сантиметров. Да, это даже ваше 75 сантиметров. 5 метров в 137 сантиметров. Чего ты мне паришь бошку? Я же говорю миллиметров. Звучит странно, звучит странно. 5,137 в миллиметрах. Звучит странно, звучит странно. Вот салон точно такой же, как мы показывали у рыжего автомобиля, только черный. Вот с этой центральной консолью, с четырьмя посадочными местами в автомобиле. Вот, видите, как здесь бывает. И здесь, смотрите, другая регулировка. То есть, помните, у меня на консоли было все сенсорное. И здесь, видите, в центре регулировка сиденья. Ну, массаж, обогрев, обдув. О, смотрите-ка, здесь что есть. Я этого не видела раньше. Здесь есть раскладка в комфортное положение. Ну, что здесь за максимально комфортное положение? А, вот оно какое. Ну, то есть, ничего не поменялось так же абсолютно, как и в той машине. И пойдемте, я вам покажу четырехместный кроссовер, который без третьего ряда, без третьего ряда. То есть, тот, который я вам показывала, с конфигурацией такой же, как и у моей Теслы. Два капитана сзади, третий ряд. Он для семьи. А этот, наверное, ну, как это корпоративная машина для босика. Так, ну, здесь немножко другой расклад. Видите, машина побогаче. Здесь встроены экраны непосредственно прямо в сидение. Здесь также беспроводная зарядочка. Вот она заряжает мой телефон. Видите, вот зарядочка идет. Далее, здесь по сидениям здесь есть атаманочка. Вот она. Так, а, это я климатом управляю, да? Вот здесь я управляю массажиком. А вот здесь вот я могу комфортненько себе разложиться. То есть, смотрите, вот у меня пошла атаманка. И это, похоже, максимум, да, моей комфортной раскладки. Да, все, это максимум комфортной раскладки. Хочется немножко сидения, более лежачее положение. Но это я уже придираюсь. И вот вам на закусочек автомобиль, который ранее даже не был в свободной продаже. И мы на стенде, на выставке показывали вам следующую генерацию. В 2012 году была выпущена вот эта модель. И сейчас, в 2023, лишь сейчас появилось новое поколение. Визуально это своеобразный автомобиль. В музее мы видели машины, которые, ну, очень похожи по своей стилистике. И новое, следующее поколение стало шикарным. Внутри очень красивым, современным. Но снаружи они глобально ничего менять не хотят. То есть не путайте с H9, с той машиной, которая в данный момент представительского класса продается в свободной продаже. Такой автомобиль тоже можно купить. Последнее поколение, если переводить на доллары, стоит порядка одного миллиона. Нет, я не оговорилась. Не миллион юаней, а именно миллион долларов. Здесь бензиновый мотор V12, 400 лошадиных сил, 5 метров 55 сантиметров длины. И исключительно задний привод. Кстати, как и на последнем поколении. Но за одним исключением у текущего современного поколения L5, увиденного нами на выставке, уже появился не только V12, но и V8. По современной экологической моде ужимания здоровенных многоцилиндровых моторов. Этот салон, я бы назвала, подарили дедушке планшет. Я понимаю теперь, чем вдохновлялся Илон Маск, когда сделал бесприборную малышку трешку и свой Y. Потому что это очень необычно. Перед лицом нет ничего, только вот эта вот красная панель. Красная панель после недели в Китае меня не удивляет вообще никоим образом. Это какой-то уникальный китайский лак по своей твердости, по сочетанию цветов и так далее. То есть сочетание яркого красного и яркого желтого, вот с такими золотистыми еще вкраплениями. В любых интерьерах, например, в гостиницах, в ресторанах здесь очень распространено. И за неделю к этому уже привыкаешь, воспринимаешь это как должное. А здесь очень прикольный солнечный козырек. Если не предполагать, что вам нужен кармашек или зеркальце, то прикольно сделано. Дальше. Здесь просто огроменный руль. Просто огроменный. Это какой-то штурвал. И необычно он, видите, безспицевый практически. Он с одной спицей поперек. И под рулем какая-то пластиковая... Где сигнал? Да, это сигнал. И в силу длины капота он где-то далеко-далеко, слышишь? Даже при том, что у меня открыто окно. Ну и, короче, здесь минимум кнопок. Вообще минимум всего посредине два дигитальных колодца. Но, как вы понимаете, для 12-го года, 11-го года, модельного года эта машина, это, наверное, весьма и весьма современно. Это потешно. Но класс, ноги могу вытянуть просто вообще. Вот смотрите. Дын-дын-дын-дын-дын. Очень удобно. Малюсенькие экраны впереди, но не забываем, что модель это более чем в 10-летней давности. Есть зеркальце. Все, как я люблю. Падла! Это котник с таким скрипом открылся. Я думала, сейчас он вывалится к чертовой матери. Так, здесь такая смешная штучка ездит. Уже не ездит. Ну ладно. А здесь экран управления всеми привычными функциями мультимедиа. И что случилось? Это с таким звуком она хочет нам сказать, что у нас в положении зажигания ключ, да? Я слышу. Я слышу. Короче, здесь управление мультимедиа, подогревами и обдувами сидений и массажем. Здесь есть массаж. Ну и книжечку вот здесь вот можно почитать. Наверное, инструкцию по машине. Она точно нужна партийному мультимедуу. В общем, на заднем сидении очень непривычное для меня ощущение того, что я где-то далеко-далеко от начала машины. Но при этом задняя часть машины, где я нахожусь, вот это, наверное, центровая часть ближе, она какая-то мега стабильная. Я практически не слышу звука от колес. Очень хорошая шумка. Ну, короче, прям вот необычно в сравнении с теми машинами, к которым мы привыкли. Давайте я первые минуты попробую как-то... Я, конечно, на всяком ездила. Для меня это мега интересный опыт. Вот. Но ни на чем подобном я никогда в жизни за рулем не сидела. Да. Знаете, мне больше всего это что напоминает? У меня была возможность как-то поуправлять катером. Моторным катером. Настоящим большим. Ну, вот прям оно. Самое близкое ощущение. Потому что чуть-чуть я нажимаю на газ, у меня такое ощущение, что немножко морда приподнимается. Хотя это же не дико мощная машина. Просто у нее морда такая. И в поворотах надо быть просто мега аккуратным поначалу. Ну, хотя нет, все нормально. Нормально я прошла. Сейчас хочу где-то застопориться до полной остановки. И нажать на педальку. Guys, hold on. Какие-то звуки такие делают. Все, сто. Короче, это... А, Женька, вот сейчас я сделаю, как нельзя. Давай я на колдоебины. Давай. Ну, че? Ну, че, у тебя четко все? Управо. Что, управо? Все пишет? Да, все пишет. Четко у тебя все? В плане. Ну, в плане, как ты жопой-то прошел по колдобинам? А, я вообще не заметил. А, ты не заметил их? Нет. Серьезно? Я даже не понял, а в чем вопрос. Я ждал, когда колдобин начался. Я по колдобинам ехала. Нет, нет, вообще не знаю. Ты че, серьезно? Ну, я тебе че, про губроты начал говорить, что проверь, чтобы начать это снимать. Так, оно вот в тот момент уже прошло. Ну, что, как думаете, что будет сейчас? Бренды большие, маленькие, дорогих и не очень машин ушли с нашего рынка полностью. Бренды такие однодневки, на мой взгляд, приходят к нам для того, чтобы заполнить рынок не очень дорогих автомобилей и занять место разных солярисов. Пока я вижу перспективы в приходе только хунчи, потому что они действительно большой концерн, и их могут закупать госпредприятия. Ну, что вы думаете, будет у них успех? Вот честно, искренне. Мне кажется, опять же, с учетом того, что всякие вот эти вот покупки в лизинге, покупки для чиновников и так далее, вполне может быть. Что же касается частных лиц, в силу того, что пока они вышли только с электрическим кроссовером, не знаю. А вот выйдут и с обычной машины, с ДВС. Думаю, что есть шанс того, что они на нашем рынке займут определенную нишу. Целую вас, обнимаю. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok